Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня поговорим о разных заказах. На днях я общался с замечательной журналисткой Аней Немцовой, а потом почитал ее текст Daily Beast, ну, уже после звонков обеспокоенных друзей. Да уж. Из текста следовало, что за мной по следам ходят убийцы, а я ночей не сплю, их поджидаючи. Друзья, не беспокойтесь. Возможно, Аня чуть впечатлительно, или ее редактор решил добавить жару. Ничего не случилось. За мою жизнь меня заказывали всего четырежды. Пару раз на этапе бизнес-карьеры, один раз в тюрьме и один раз после. Ну, и, как видите, пронесло. Пугали же не считанное число раз. Если бы я каждый раз относился к этим пугалкам серьезно, то уже умер бы от несварения. Вот и сейчас, последние два года, мне регулярно шлют месседжи из Москвы. Кадыров поручил, Сечин дагестанцев попросил, Седов кулачком стучит. Ну, несерьезно все это. Пугалки, месседжи. Когда заказ настоящий, узнаешь по свисту пули. Это я образно. Теперь вот все больше женскими методами пользуются ядом. В моем случае заказчиком может быть только Путин. Особенно после Бориса Немцова. Там ведь вполне четко объяснили. Про своих врагов он сам решает, как Кадыров про своих. Может? Посмотрел здесь по телевизору, вполне может. Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? Это что такое? В очистке что ли они работают? Нет? Вполне себе уверен в праве казнить и миловать. А чем ближе к концу, тем, ну, каждому человеку страшнее. Кому-то больше хочется помириться с Богом, а кому-то оставить после себя меньше врагов. Ну, это я про жизненную философию. А про заказы, Аня, не переживайте. И не пугайте моих друзей. Еще не время.